Приветствую! К сожалению, очень часто я снимаю видео, которые расстраивают людей, потому что новые изменения в законодательстве касаются очень часто ухудшения, ущемления прав, ухудшения жизни человека. Но вот сегодня я хочу сделать такое более позитивное видео, которое будет вам приятно и сообщить приятную новость, которая связана с техосмотром. Если мы помним, то в конце 2022 года появилась масса публикаций о том, что с 2023 года будет введен обязательный техосмотр для всех абсолютно в Украине. И говорилось о том, что там техосмотр не пройдут автомобили, например, которые старше 15 лет. И, конечно же, многих из нас это буквально пугало, потому что автопарк в Украине очень старый, и введение таких требований просто не соответствует реалиям нашей жизни. Да, понятно, что мы там стремимся в Европу, мы пытаемся унифицировать законодательство с европейским, мы пытаемся ввести нормы, в том числе и безопасности, которые европейские. Но наши реалии таковы, что это просто сделать невозможно. И, конечно, мы приходили в панику практически от таких сообщений, да, и от тех требований к автомобилям, о которых публиковалось. Но, друзья, начался Новый год, и, конечно, возник вопрос, а что, уже обязательно проходить техосмотр? И вот здесь и заключается хорошая новость. К счастью, ответ нет. К счастью, все-таки нашлись в государстве люди, которые адекватные, да, и это те люди, которые как раз влияют на принятие этого вопроса о техосмотре, да, вводить обязательный техосмотр для всех или не вводить. И, к счастью, они адекватно оценили ситуацию, и вопрос с техосмотром остался, ну, по сути, закрытым. Да, то есть на сегодняшний день, в 23-м году техосмотр не является обязательным. Ну, и за исключением тех лиц, которые там занимаются предпринимательской деятельностью. Поэтому, друзья, можно выдохнуть, можно на какое-то время в этой части расслабиться и, как говорится, получать удовольствие. Насколько это возможно в данной ситуации. Друзья, надеюсь, этой новостью я вас порадовал. Надеюсь, хоть чуть-чуть ваша жизнь благодаря этой новости стала легче. А я напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. И, если вам эта новость понравилась, то, конечно же, рекомендую подписаться на канал и поставить лайк этому видео. На этом все. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока-пока.